Никто их не знает в лицо. Никто не видел, кто и что скрывается под этими масками. Но одно известно точно, их музыка, динамичная и спокойная одновременно, радует уши и сердца тысячи тысяч людей. Привидение Мы росли, слушая разную музыку, включая шведские команды и группы 60-70-х. Различные вещи вроде Канзас, Эс, Чикаго, Бостон, Джорни, Тото, а также профессиональную музыку. С таким багажом мы решили, что можно написать тяжелый метал-риф, а затем бросить его на поп-мелодию. Это был первый порыв. Уже потом нас осенило. Мы сотворим жуткую рок-группу с наивным очарованием фильмов ужасов. Как Элис Купер, как Кис. Однако, в отличие от плотских, гневных и подростковых гимнов Элиса Купера и Кис, Гоуст обратились к театральному рок-н-роллу. Своим оппонентам они выбрали демонов внешних, в том числе религию. Мы вмешались в отношения между человечеством и богом, подтверждает Гуль. Эта мысль проходит через все три альбома и будет на четвертом. По словам одного из участников группы, идея коллектива появилась, когда он, будучи в другом музыкальном коллективе, сочинил риф, ставший впоследствии песней Гоуст «Стендбай Хим». Я сказал, что это, вероятно, один из самых тяжелых метал-рифов, который когда-либо существовал. Потом я придумал припев, и он мне постоянно снился. Каждый раз, играя на гитаре, я заканчивал свою игру этим рифом. И когда я подобрал соответствующие слова под него, тематика просто просилась быть сатанинской. Стоит сразу отметить главную особенность группы – сценический образ музыкантов. Пятеро участников, именуемых «Неймлис Гоус», безымянные упыри или безымянные оборотни, как принято их называть в русскоязычной фан-среде, выступают в одинаковых костюмах и масках, скрывающими их лица. А вокалист – папа Эмеритус, в одежде кардинала и раскрашенном под череп лицом. Настоящие имена участников неизвестны. Единственная причина маскарада – нежелание концентрировать внимание на нас, как на отдельных личностях, объясняет безымянный упырь, беседуя с журналом Rolling Stone. И в цели хоть какой-то идентификации он признается, что играет в группе на гитаре. Но по мере взросления мы поняли, что такое внимание существует в любом случае. Каждый из участников представляет один из пяти элементов – огонь, воду, воздух, землю и эфир. Все шесть участников фактически подражают исполнению католической церковной музыки, создав образ поклонения сатане, который называют чисто шутливым. Пять упырей постоянно носят маски, под которыми скрывают свои лица. А вокалист папа Эмеритус появляется в маске с черепом в папской тиаре на голове. Также стоит отметить, что некоторые альбомы и треки называются на латинском языке, а лирика содержит в себе выраженную сатанинскую и оккультную направленность. Группа активно эксплуатирует дьявольские образы, сочетая их с библейскими аллюзиями. Один из упырей сказал, что первый альбом «Пришествие сатаны» и написан с обилием библейских сюжетов. Второй альбом рассказывает об отношении людей к божественной сущности, темах подчинения и доминирования, а также ужасах религии и непонимания человечеством сущности дьявола. Именно поэтому, по словам участников, основой записи послужила сексуальная тематика и женщины, которых преследовала инквизиция. Далее стоит рассказать о творческом становлении группы. С 2008 по 2010 года группа находилась на стадии формирования. В мае 2010 года Ghost подписали контракт с британским лейблом, и в этом же году был выпущен трехтрековый демо-альбом «Демо 2010», сингл «Elizabeth» и первый полноформатный альбом группы «Opus Eponymous», вышедший 18 октября и получивший крайне хорошие отзывы как от слушателей, так и от критиков. В частности, вокалист группы «Металлика» Джеймс Хэтвилд в одном из своих интервью шведскому телевидению отметил, что Ghost – это глоток свежего воздуха для металла. Альбом номинировался на шведскую премию «Гремис» в категории «Лучший хард-рок альбом», но победила другая группа – «Вайтерн». Конец 2010 и большую часть 2011 года группа провела в постоянных турах по Европе. В апреле 2011 года Ghost провели тур вместе с Paradise Lost. В июне 2011 года группа выступила на фестивале «Дэнлоуд», проводящемся в Великобритании, на сцене, где музыканты выступали с Филом Ансельма из группы «Даун». В январе и феврале группа принимала участие в «Defense of the Faith Free» вместе с «Trivium in Flames» и «Rise to Raymond», а затем были с туром с «Мастодонт» и «Опы». В 2012 году была выпущена кавер-версия на песню «Абба» и «Марионетт». И сингл «Секьюла Хейтс», записанный при непосредственном участии Дэйва Гролла из группы «Foo Fighters», кстати, видео о котором вы сможете также посмотреть на моем YouTube-канале. Дэйва Гролла 12 марта в сети появилась еще одна песня из нового альбома «Ish Zero», на которую в дальнейшем был снят клип. А 8 апреля в преддвериях выхода альбома была опубликована песня «Monstern's Clock». 9 апреля альбом вышел в продажу. В японском издании в трек-лист добавили очередной кавер «Waiting for the Night» группы «Depeche Mode». Альбом добился коммерческого успеха. За первую неделю в США было продано более 14 тысяч копий. Таким образом, он дебютировал на 28-й позиции в чарте «Билдборд 200» и лидировал в категории «Лучший хард-рок альбомы» по версии «Билдборд». Впоследствии этот альбом получил статус «Золотого». Тематически, альбом продолжает линию, которая берет начало на опус эпонимус. В лирике говорится о приходе антихриста и о взаимоотношениях между церковью и женщинами. Участники группы часто говорили о том, что тексты их песен можно интерпретировать как буквально, так и в переносном смысле. После выпуска альбома группа отправилась в мировое турне. «Гоуст» выступает на фестивалях «Дэн Лоуд» и «Свиден Мэптал Таун». Затем группа начинает тур по Северной и Южной Америке вместе с «Слеер», «Айрон Мэйден» и «Дэв Таунс». Затем, после туров 20 ноября 2013 года, группа выпускает мини-альбом «If You Have Ghost» с несколькими каверами, записанными при участии Дэйва Гролла. Следующим альбомом в карьере группы стал «Миллиора». Его название в переводе с латыни означает «переход к чему-то лучшему», но не в значении музыкального прогресса, а в плане того, что человечество будто достигло максимума. Группа неоднократно говорила, что поддерживает развитие технологий, тогда как приверженность к церкви считает пережитком. Вышел альбом 21 августа 2015 года. В рекламном ролике к новой пластинке, который был запущен в ротацию 28 мая на ТВ, а позже залит на Ютуб, было сказано, что «Папа Эмеритус 2» был отстранен от своей должности, и его заменит «Папа Эмеритус 3», родной брат второго вокалиста. Согласно словам безымянного оборотня, концептуально новый альбом является продолжением двух предыдущих. Музыканты хотят перенести слушателя в антиутопический предпокалиптический мир будущего, холодный мегаполис. Первый сингл с нового альбома, «Сирис», с английского переводится как «Церковь», опубликованный на официальном сайте 31 мая, победил в номинации «Лучшее металлоисполнение» на 58-й церемонии Грэмми. «Папа Эмеритус 3» был представлен публике 3 июня 2015 года на концерте в Линчопинге. Тогда же был представлен новый образ участников группы. Плащи и бауты уступили место строгим костюмам и стилизованным металлическим маскам. Летом 2016 года объявили о начале записи нового мини-альбома «Попста», релиз которого состоялся в сентябре. После издания EP группа отправилась в тур до конца октября. Четвертый студийный альбом «Гоуст» «Приквел» вышел в 2018 году. Он получился пророческим. Группа посвятила его «Черной смерти» за два года до того, как на нас обрушилась пандемия. Альбом вышел динамичным, бодрым, в меру плавным и протяжным по музыке и мрачным по лирике. Всего на данный момент у группы вышло 4 альбома. В интервью одному из шведских изданий, лидер «Гоуст», заявил, что запланированный на март 2021 года тур группы переносится на неопределенный срок. Но подтвердил, что новый альбом выйдет зимой 2021 года. Однако, релиз все-таки не состоялся. Надеемся на релиз уже в 2022 году. Я уже выпустил альбом на тему «Божьего гнева» и «Судного дня» приквел. Даже если он и не был об инфекции в контексте медицины. Но у меня есть предчувствие, что в будущем будут много релизов на тему «Конца света» и «Карантина» от других групп. И я не думаю, что присоединюсь к ним. Что же касается анонимности группы, тут все не так просто. До 2017 года анонимность являлась главной отличительной чертой группы. Никто из участников группы не называл своего настоящего имени. Ни вокалисты, ни музыканты. У каждого из безымянных упырей был свой отличительный знак в качестве автографа. А сам Папа Эмеритус подписывался как П.И. В 2011 году участники заявили, что их зачастую прогоняли с концертов. Потому что они часто забывали свой пропуск за сцену. В 2012 году один из музыкантов сказал, что гордится своей индивидуальностью. В группе действующим вокалистом является Папа Эмеритус 3 с 2015 года. Что не свидетельствует о том, что личность предыдущего вокалиста была кем-то раскрыта. Гоуст меняет певцов на каждом диске. Это пародия на первоприемство в католической церкви. Общее имя Папа Эмеритус носит каждый из них. Растет лишь порядковый номер. Первый Папа пел на опус эпонимос. Затем пел Папа номер 2, который перед записью Мелиора сменился на Папу 3. Интересно, что все они обладают идентичными вокальными данными. Где Гоуст находит своих фронтменов? Нам просто вручают его, говорит один из музыкантов. Обычно их назначает духовенство. Они просто сбрасывают его на нашу дорогу, а мы должны разбираться. Почти как в большой компании, куда приходит новый менеджер или гендиректор. Чем Папа Эмеритус 3 отличается от Папы Эмеритус 2? Мы не знаем, кто он, отвечает музыкант. Мы редко видимся, гастролей пока не было. Но это не важно, мы не привыкаем друг к другу. Мы помним, что избавимся от него после 18-месячного тура. Та же тайность присутствует среди других музыкантов безымянных упырей. Когда гитариста спрашивают, правда ли Дэйв Гролл однажды надел плащ и выступил в составе Гоуст, он говорит с иронией. Теперь об этом никто не узнает. Я могу вот что сказать. Он играл материал группы Гоуст в костюме упыря. Может на сцене, может нет. Возможно он выступит с нами потом, возможно нет. Разве это не прекрасный коммерческий трюк? Но на самом деле, не важно кто стоит за масками и плащами. Эта анонимность, религия и общая атмосфера театра приковывает внимание группе не только на сцене, но и за ее пределами. Мы будем играть в масках, пока это не станет единственной реальностью, говорит музыкант. Эта же идея лежит в основе религии. Люди приходят в комнату, здание, священное место и проводят некий ритуал, песни, движения, чтобы ощутить присутствие Бога. На своих шоу мы хотим вызвать чувства, близкие к религиозным. Как будто вы побывали на церковной мессе. Мы используем ту же символику, но с идеей достижения блаженства. В интервью гитарист говорит, что группа Гоуст создана с одной целью – для развлечения. Скажем, мы на 55% существуем ради шоу, и на 45% ради изменения мира. Задумчиво отвечает он. Я уверен, что есть лучший способ изменить мир, чем выступать на сцене. Это ни в коем случае не означает, что все, что мы говорим, является подделкой. Если через 100 лет мир примет мысль о недопустимости казни из-за мифических благ в загробной жизни, если мы согласимся с тем, что люди ничего не знают, тогда я буду счастлив. Я не думаю, что наша группа произведет такой эффект, но свою часть истории мы точно расскажем. В финале интервью Упыль выдерживает паузу и добавляет вполне приземленную вещь. Мы здесь, чтобы развлекать. Если людям весело, я вполне счастлив. Нельзя получить все и сразу. Но все-таки личность вокалиста и предыдущих участников группы известны. На протяжении всего пути вокалистом является Тобиас Форги. Личность вокалиста была раскрыта для широких масс только в апреле 2017 года, когда несколько уволенных в 2016 году музыкантов Ghost подали на Тобиаса в суд, претендуя на увеличение выплат за концерты в связи с растущей популярностью группы и создание партнерских отношений по владению брендов. В ответ Тобиас заявил, что концертная деятельность группы не окупается и спонсируется Тобиасом из его авторских отчислений с продажи треков и атрибутики, к созданию которых уволенные музыканты не имеют отношения, а размер выплат был установлен контрактом. Судебные разбирательства еще не закончены. Вот такая история одного из самых скрытых рок-коллективов. Напишите в комментариях, что вы думаете о группе. Но не спешите уходить, ведь на моем канале вы найдете еще немало видео по другим популярным группам и музыкантам. Также, чтобы не пропустить следующее видео, необходимо подписаться на канал и ударить в колокольчик. Еще я жду вас на своих музыкальных стримах на Твиче, где я играю множество групп, в том числе и Ghost. Всем до следующего видео. Всем пока.